добрый день сегодня мы встретились с владимиром алексеевичем шимшуком и у нас на повестке дня космические новости а то есть что у нас происходит сегодня в космосе какие у нас предпосылки очередных событий возможно вот что вам известно на сегодняшний день какие новости из таких вот последних новостей это то что касается конгресс в мексике где были показаны два две мумии так называемые мумии наски пустыня нас как все знают вот ну и в общем-то это сейчас наиболее так сказать обсуждаемая тема но и старых новостей которые в общем-то это конечно не всем известно это то что всемирную организацию космической коалиции приняли в 2015 году в космическую коалицию да ну и нас в общем-то ну немного народу в общем-то цивилизации наверное сложно назвать но это собственно те виды людей которые жили когда-то у нас здесь на земле вот ну я не буду говорить где и как и что потому что опять меня тогда отлучат от этих встреч вот ну у нас вот например когда придет эти гигантские растения да гигантские деревья деревья там не по одному километру высотой на них жили люди вот как и фильме аватар да практически так же да и аватар если говорить о вице нет на основании данных предоставленных пришельцами как раз когда была встреча трудно потом это когда прошло 50 лет это стало обнародована рассекречит и там десяти тысяч лет не как они сами сказали давности фильм он был показан а там была такая как он рассказывал люди в черном показывают этот фильм вот и в реальности там вот это все что там показаны серия это было а что вы скажете по поводу вот этого допроса инопланетянина этого видео который сейчас в интернете до доступным стало так ладно сейчас скажу надо кончу что у нас не в том что вот одна пара людей это за тысячу лет то есть за 40 поколений на жилья праздник люди не умирали вот вот по два человека рождает каждые 25 лет новые рождают новых 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 и вот за тысячу лет за 40 поколений фактически поколение на 25 лет рождаются один триллион людей то есть перенаселение при длительной продолжительности жизни очень и очень большое и большая очень вероятность что перенаселение и космос еще весь перенаселен почему настолько цивилизации потерявших свои планеты претендует сейчас на землю почему у нас значит вот столько значит вот этих посещений земли столько видов мы даже точно не можем сказать сколько по данным царова это 70 видов причем у всех у кого оставались а потожировые следы у всех днк человеческая вот ну вот когда у нас было столько значит большое такое огромное количество населения на значит были гоблины которые жили наверху на деревьях были лилипуты облины где-то метр 20 высоты уже лилипуты они где-то около 40 сантиметров вот а еще меньше это были веномы но они где-то 15-20 сантиметров вот и эльфы которые там 6-7 сантиметров но это летающие люди маленькие они сейчас все живут принципе вот а что касается допроса инопланетянина который остался в 1964 году но мы впервые увидели это только лишь в 2016 году этот фильм но то есть тоже 50 лет прошло и вот они об этом сообщили я могу только единственное сказать что это фильм подлинный потому что во первых он говорит те вещи которые мы слышим а от старых представителей нашей планеты ну кто жил раньше и которые в принципе живут очень тоже долго вот во первых то что этот инопланетянин сказал что он прибыл за тысячу световых лет отсюда за тысячи вот то есть это получается огромное мы как в ведах то ведь у нас написано что мы были повелители вселенных наши предки то есть много вселенных а наша галактика всего лишь навсего имеет диамет 62 световых года у нас тоже неправильно все расстояния неопределены до звезды и нам сейчас говорят что тысяча световых лет сто тысяч вернее световых лет удивительности 60-20 и это следует из как раз из древних источников которые в принципе говорят что у нас солнце за двадцать четыре тысячи лет обращается в руку центра галактики но это эрой называлась и называется в принципе а он говорит о том что за тысячу причем он говорит что он землянин и что он эволюционный наш потомок он говорит что земля погибла именно от ядерной катастрофы и он прибыл из будущего к нам сюда для наблюдения но это тоже можно сказать не надо подвергать сомнению потому что вот как он правильно говорит что вселенных много вот и в принципе а вселенных много это космос космос и то есть они знают строение на нашего мира здания то есть много вселенных которые космос монстрает много космоса с разными параметрами отличающихся друг от друга вот которых вы представляете sociedade мироздание мироздание количество параметров то нам бесконечное множество естественно ну да вот даже в том фильме люди в черном 2 там когда уже шли титры показывались как вот там же в фильме галактика была как шарик за которой охотился жук в конце показывает как в таком мешочке множество вот этих вот шариков галактика им нравится такой маленький инопланетянин ну то есть образно показано что их бесконечное множество и это было только у ребенка великое множество но и потом видите у нас вот что еще говорит о подлинности он говорит о том что смерть только придумана у нас на земле и в космосе нет вот а то что это так мы же захвачены нас выращивают здесь на головах поэтому мы должны жить немножко ну там 60 70 лет ну сейчас уже 40 50 смезано в общем-то но возможно это обусловлено какими-то параметрами у нас на планете которые не дают нет я здесь не могу с вами согласиться по той простой причине что у нас смерти вообще до семнадцатого века вообще не было могил у нас не было ни водопроводов ни канализации хотя города были там и Париж и Варшава все было а этих могил нету то есть люди не умирали была совсем другая культура и то что вот люди не ели не пили они кстати это инопланетян говорит о том что не едят вот в том смысле в каком мы привыкли ну да он там в принципе не выглядит как высушенная мумия вот и потом ведь этот то что они в общем-то не едят они из этого могут существовать сколько угодно долго то есть фактически бессмертная вот ну и потом еще что поражали что мы он землянин об этом может говорить когда спросили какая у вас мораль и он сказал сострадание и доказательства вот а в основном в космосе мораль это связано с целесообразностью вот и поэтому это тоже у нас тоже близко на сострадание в основе положено морали но только что да помню что это человек хотя вот он видно что он можно посмотреть вот я сделал снимок он в общем-то не похож на нас то есть это видно что он перетерпел мутацию а мутация и в действительности получается в результате ядерного мутагенеза вот у нас когда была война ядерная ядерная война она случилась в 1820 году из-за чего у нас потом произошел выброс воздуха в космос да и из-за этого у нас в общем-то упало давление и потом уменьшилась температура из-за этого на земле и возникли ледяные шапки это было в 1720 году эти шапки продавили артиду артику где в общем-то был континент состоящий из четырех больших островов которые ушли на дно и породили волну это было уже в 1842 году породили волну полутора километровую которая в общем-то смыла прибрежности города севера да да ну и тут тоже питер там на 6 метров занесен был ивом хабаров вообще на 9 метров занесен был ивом вот и пришлось потом откапывать эти города ну и у нас в общем-то середина 19 века это фотографии были они остались пустые города вот хотя у нас технологии все еще сохранялись ну и у нас быстренько все изъяли и в общем-то мы стали ну во-первых не было одежды видно что люди бедно одеты вот одежды и тканей видов было очень много они потом восстановились но после революции их опять убрали вот и ткани растений которые выращивали для этих тканей их тоже было много не только конопля и лед работают да или хлопух там вот и из той же лед и ты делали из крапивы делали из лопуха делали ткани но все что дает теньку все использовалось для ткани многообразие этих тканей оно было вызвано именно культурой И каждая ткань давала соответствующие свойства. Ну, возможно, мы тогда отогринемся. Тот же самый лен, например, в Египте. Он же выращивается разных цветов. У нас только он белый. Причем, говорят, там 40-й номер, там 60-й номер, да. У них тысячные номера. А что такое? Это из килограмма можно вытянуть нить длиной 60 метров, 40 метров. И египтяне, которые вытягивали нить тысячи метров. У нас такой технологии, конечно, нет. Таких семян нет, не стало. Ну, и понятно, что были. То есть, нынешняя короткая жизнь людей обусловлена нашими убеждениями, которые нам навязали, и условиями жизни. Получается так? У нас изъяли полностью культуру, потому что, ну, у нас, допустим, была пища, она была без балласта. Без балласта. И она полностью усваивалась. Поэтому у нас не было вот этих отхожих мест, не было, значит, водопроводов. Они были не нужны. Потому что почему-то все произошло. Дело в том, что у нас есть человек, исследователь, который доказал, что всякое растение начинает расти только когда существует и присутствует атомарное золото. Ну, и золото ведь не случайно. Он назывался древнерусское название «чуги». То есть, все чудесные вещи связаны с золотом. И вот почему у нас во всех банках сегодня золота нет. Там есть сплавы, которые имеют плотность золота, но самого золота нет. Вот, потому что золото изымают у нас на восстановление планет, ну, их планет, где они выращивать могут из этих растений. И вот те растения, которые именно на золоте выращены, они как раз легко и без всяких остатков усваивались. Но сейчас у нас только вот несколько таких вот мест, где выращивают подобные растения. Ну, я имею в виду на земле таких мест, подобные растения. И вот именно поэтому мы вот сколько получали семян из, значит, подземных городов, из той же Шамбы мы получали. А мы не могли их прорасти, потому что сейчас уже стало понятно, мы не могли прорасти, потому что не было золота. Они у нас все погибали. И потом еще видите, что они сделали. Вот у нас же сейчас вот растения, в основном, вот, большие самые леса, ну, в России, в Бразилии. Вот. У нас же они все хвойные. Вот. А хвойный лес, он закисляет почву, после чего очень много растений перестает расти. У нас ведь было, вот, сейчас считается 500 тысяч видов растений, да? Вот. А в подмогуранах сообщается о двух миллионах, то есть четыре раза больше видов было до потопа. Ну, понятно, там у нас еще был армагедон, у нас там был апокалипсис. Апокалипсис. Ну, вот, у нас, как бы, эти смешивают два понятия. Апокалипсис – это, в действительности, большой огонь, а армагедон – это большая вода. Большая вода, она была возникла тем, что у нас погибшая луна, у нас не одна была луна, как минимум девять. Вот, они падали на землю, и поэтому были потопы постоянно, которые описаны, кстати говоря, в одной из французских книг, которые нашел Олег Павличенко, современный, значит, блогер. Вот, и... Они, значит, создавали количество видов, естественно, у нас очень резко уменьшилось. Но уменьшилось, если последний поток в четыре раза уменьшил растения, да? Те шесть нас потоков, которые описаны, не меньше, естественно. То есть, получается, надо умножить еще на четыре, еще на четыре. То есть, тоже получается, миллионы у нас видов были. Было понятно, что сегодня у нас очень бедный состав этого видового состава. И потом у нас, видите, исчезли. Вот, именно в большом количестве у нас вот подземных гордах, те же наши вот сталкеры, которые туда попадают, они говорят, что у них древненные папоротники, плавные. Вообще все это там растет. Вот. У нас в папоротнике где-то было 50 видов на начало 20-го века, но сейчас их увеличилось, потому что роют же земли, вот, они же все затопленные. Вот. И споры разлетают. Сейчас уже больше 10 тысяч, там 650, здесь 650 видов открыто. А было 50 вот на начало, еще мы учили на биофаке это количество. Потом, значит, тех же планов вообще не стало. Поначалу. А сейчас уже их тоже порядка тысячи открыли видов. Вот. То есть они все-таки появляются. Ну, и хвощей у нас было три вида всего, когда мы учили. А сейчас уже почти 10. Ну, там 9-10, они появляются, то исчезают. А они, наоборот, обогащают почву вот эти вот споровые растения. Обогащают и почва становится, ну, у нас, как бы сейчас говорят, земля, да? А это в тщательности почвы. Потом, и у нее было два названия, тлин и брин. Тлин, это которое только-только восстанавливается и будет плодородной, а брин, это та, которая уже может рожать. Да, 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 да. Вот. Поэтому вот выращивание этих споровых растений, оно приводило к обогащению почвы. Вот. Щелочной реакции. И, в принципе, поэтому у нас много видов-то исчезла, растаяла, пислая почва. Вот. Нам это все надо будет потом восстанавливать. Ну, а на данный момент какие-то новости у нас грядут какие-то события? Ну, вот на наше обращение к федерации космической, межгалактической конфедерации привело к тому, что они, в общем-то, откликнулись и, в общем-то, как мы поняли, готовы нам помогать. Но то, что у нас силы появились, вот это из разных источников, мы знаем, появились силы, которые готовы нам помогать. И сейчас, вот именно, процессы, которые шли не в нашу пользу, они, в общем-то, разворачиваются к нам, лицом. То есть, они начинают идти в нашу пользу. То есть, можно сказать, что наши друзья или даже наши родственники космические услышали нас и вот уже помогают нам активно в том, что, и уже меняется как бы обстоятельство и в политике, и в природе, и в обществе. То есть, они, во-первых, у нас же все же запрещено, те же Муми Наска, все, кто пытался изученых в Мексике изучать их, их третировали, их там лишали званий, их выгоняли с кафедр, отбирали кафедры. За шесть лет в Мексике сменилось 18 министров культуры, которые ну как бы санкционировали такие исследования. Представляете, министров культуры. А сейчас, видите, даже уже на конгрессе открыто объявили, что вот ну и они, во-первых, рептилии, потому что там есть и женщины с яйцами, да, есть и мужчины, но они трехпалы, то есть, это ясно, что это не мы, то есть, это не люди, ну и что-то именно инопланетяне, ну или как бы сожительствующий с нами вид на Земле, но он точно не наш. А нам запрещено знать, что есть другие разумные виды. Вот. А здесь, в общем-то, я думаю, это помощь как раз тех, которые хотят в общем-то рассекретить все это заблокированная полностью информация, которая была у нас о космосе. Ну и в общем-то, я думаю, что в ближайшее время этот вопрос решится и все равно человечество сбросит с себя это инопланетная книга, которая ворует у нас и воздух, и почву. Та же почва, она же вывезена на Луну, там, во всяком случае, телеконы, ну то есть, такие большие, насыпи из чернозема обнаружены были нашими астрономами. И там не только чернозем приходят, мы привыкли, что самое это желтозем по плодородности, потом краснозем, потом чернозем идет. У нас чернозем центральный в общем-то район России достаточно большие, там до 2 до 6 метров, даже местами доходит чернозем. А были вывезены зеленоземы, голубоземы, белоземы, это же тоже все земли, которые тоже по плодородию намного были выше, чем современные почвы. Вот, и даже фиолетовоземы, глины, кстати говоря, мы их находим, а глины, это в общем-то вымытый весь этот плодородный слой, весь белковый слой, и потом у нас смотрите, нам уже запрещено изучать почву, как ни странно. Вот, гумусовые кислоты до сих пор неизвестна формула, это связь, потому что в 19 веке они были известны. Это так называемые нуклеотиды, минорные нуклеотиды, то есть это не те, которые Денингваниц входит в нашу ДНК, это другие, короткие, вот, и почему она бреном называется, потому что из нее можно рождать что угодно из этой земли. Вот, но я думаю, что значит, эпоха тотальной цензуры и замалчивания проходит, и мы, в общем-то, я думаю, на пороге, когда человечество будет принято наконец галактическую, межгалактическую конфедерацию, и когда, в общем-то, мы будем достойными представить, иметь достойных представителей своих, и в федерации, и в космической коалиции, и в межгалактической конфедерации, везде, где только можно, я думаю, будем иметь своих представителей, человечество, вернет себе возможность путешествовать, и по времени, как вот этот инопланетянин, и по космосу, и по Вселенной, и по мирозданию, вот у нас же все запрещено, хронопутешествия запрещены, просто путешествия запрещены, тот же самый мирозданческие, вселенские, космические, все запрещено, ничего нельзя, и все, кто только что-то изобретает в этом плане, изобретений, в этом отношении было очень много исчезает, и сами изобретатели со своими изобретениями. Я думаю, пора уже положить конец. То есть, на данный момент у нас хорошие прогнозы, у нас, вот в этом, как раз, новогодние праздники мы можем сказать, что мы входим в другую, новую эпоху, и, как говорят многие аналитики и сенситивы, что в этом году, этот год, уже этот год, в год свершений каких-то будет преобразований вообще в мире и во всех отраслях жизни. Да, я думаю, даже так же. Ну, что бы вы тогда пожелали зрителям, что им нужно делать для того, чтобы ускорить, скажем, наше освобождение и процветание? Ну, я хочу пожелать, чтобы люди быстрее прозревали и не становились на уровень догм, потому что именно догм приводят всевозможным конфликтам, именно навязывание этих своих взглядов к кому-то. Вот, это причина всех этих войн, которые у нас разразились и произошли на земле, и не только на земле. и надо ну, как бы сделать лоббильным свое мышление, а сделать свое лоббильное мышление это не надо употреблять наркотики, не надо употреблять алкоголь, который убивает наши разумные умные клетки, которые были известны в XIX веке, которые забыли в XX веке и переоткрыли буквально недавно вот имеющих по 150-200 отростков вместо двух обычных аксонов. Но обычный нейрон имеет два аксона всего. Вот, а здесь вот эти клетки позволяют человеку именно воспринимать мир таким, как он есть, и не воспринимать его реизорно. И потом навязывать это другим эти иллюзии. Вот, и я думаю, что если мы пойдем к этому пути, то, в общем-то, свобода близка. Ну вот, на этой позитивной ноте мы и завершим сегодняшнюю нашу встречу. Желаем всем здравия и всех благ в нашем ближайшем будущем.